Беседа 25.11.19 Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Степана, прошли до Финикии, Экипса и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Гонение немало пользы принесло проповеди, ибо любящим Бога, говорит апостол, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Если бы они, враги, старались нарочиться распространить церковь, то сделали бы не что иное, как это, разумею, рассеяние учителей. И смотри, куда простерлась проповедь. Прошли, говорит апостол, Кириньяне, Антиохию и Еленом благодействуя Господа Иисуса. Видишь ли, как все касательно Корнилия было сделано предусмотрительно, а это служит и к оправданию Христа и к обвинению иудеев. Когда Стефан был убит, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостол подверглись бичеванию, когда они часто были изгоняемы, тогда уже были приняты язычники, тогда самаряне. Об этом и Павел возвещает, когда говорит, вам первым надлежало услышать Слово Божие, но так как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойным, то вот мы обращаемся к язычникам. Таким образом, они путешествовали, беседуя и с язычниками. И была рука Господня с ними, и великое число уверовало, обратилось к Господу. Смотри, как проповедует Еленом. Поэтому и вероятно, что они умели говорить по-елински, и что в Антиохии было много таких. И вот рука Господня была с ними, то есть они творили знамения, видишь ли, для чего и теперь нужны были знамения. Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Для чего же в такой город, уже принявший проповедь, не отправились сами апостолы, а посылают Варнаву ради иудеев? Впрочем, с немалой предусмотрительностью это устраивается, для того, чтобы таким образом прибыл сюда Павел. Не напрасно, но по великому устроению Божия, отвращается от него иудеи, чтобы этот голос проповеди, «Эта труба небесная не ограничилась Иерусалимом». Видел ли ты, как Христос всегда обращал самую злобу и их в благо по своей воле, и нерасположенность их к Павлу потребил к созданию церкви из язычников? Но брати также внимание и на этого святого, то есть Варнаву, как он не заботился о себе, но отправился в Тарф. Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держать себя Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилась довольна народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарф искать Савла, и нашел его, пришел в Антиохию. Он был муж весьма добродетельный, кроткий и дружен с Павлом. Потому он и пришел к этому атлету, к этому военачальнику, к этому единоборцу, к этому льву. Не знаю, что еще сказать. Что я не сказал бы, скажу меньше достоинства Павлова. Пришел к этому ловчему псу, одолевающему львов, к этому крепкому валу, к этой лампаде светлой, к этим устам, достаточен для всей вселенной. Подлинно. Потому что в Антиохии верующие стали называться христианами, что Павел пребывал в ней столько времени. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Уверовало. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Немалая похвала городу. Действительно, можно утверждать перед теми, что он прежде всех прочих городов столько времени наслаждался теми устами, и оттого в нем прежде всех верующие удостоились этого названия. Вечно, на какую высоту он вознес, и каким славным садел этот город. Это заслуга Павла. Там, где уверовали три тысячи, где пять тысяч, где такое множество, не было ничего подобного. Назывались еще только путем. А здесь стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Так как здесь надлежало произрасти и плоду милостыни, то в пользу устрояется, что сюда пришли пророки. Но заметь, прошу, и здесь никто из известнейших апостолов не был учителем, но имели учителями Кипрян и Киринейцев и Павла, хотя он и превосходил их, подобно как Павел имел учителями Варнаву и Ананию. И однако оттого он нисколько не был меньше их. К тому же у него был учителем сам Христос. И один из них по имени Агав Став предразвестил духом, что по всей вселенной будет великий голос, который был при кесаре Клавдии. Не напрасно здесь предвещается, что будет великий голос, который случился, как о нем было предсказано. Чтобы некоторые не подумали, будто голод был, потому что появилось христианство, что отступили демоны. Дух Святой предсказывает, что имело случиться, подобно тому, как и Христос предсказывал многое, что и случилось. Таким образом, не потому это случилось, что так должно было случиться от начала, но за то зло, которое сделано было апостолом. Когда начали делать его, то Бог долго терпел. А когда стали упорствовать, то наступает голод, угрожающий иудеям будущими бедствиями. Но если он был для них, то для прочих ему и по наступлению набежало прекратиться. Какое в самом деле зло сделали елены, чтобы и им, не сделавшим никакого зла апостолам, подвергаться тем же бедствиям? И если же не для иудеев, то и сами христиане могли еще бы явить более свои добродетели, потому что иудеи делали свое дело. Убивали, терзали, мучили, повсюду гнали их. И смотри, когда наступает голос, когда уже приняты были и язычники. Две стречи. Но скажешь, если голод был на злодеянии иудеев, то христианам следовало бы быть изъятыми от него. Почему же, скажи мне? Не сказал ли еще прежде им Христос, что в мире будете иметь скорби? А ты, говоря это, может быть и то прибавишь, что им не следовало и подвергаться бичеванию. Но смотри, для них и голос послужил во спасение, подал повод к милостыни, сделался виновником многих благ, как он был бы и для вас, если бы вы захотели. Но вы не хотели. Предсказывается о нем для того, чтобы они приготовились к милостыни, потому что бывшие в Иерусалиме тяжко страдали, а до того времени у них не было голода. И посылаются Варнава и Павел послужить им. Тогда ученики положили, как же по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее. Видите, как они лишь только уверовали, уже приносят и плоды. Не для своих только, но и для отдаленных. Здесь, кажется мне, говорится о том же, о чем в другом месте Павел говорит. Отдали души, положили, чтобы и заповедовали нам, сварнавы, чтобы мы помнили нищих. Такую-то пользу принес голод. И смотри, они при этой скорби не предаются плачу и слезам, как мы, но принимаются за великое и доброе дело. Они продолжали проповедовать слово еще с большей смелостью. И не сказали, мы, киринейцы и кипряне, пришли в такой славный великий город. Но, надеясь на благодать Божию, эти приступили к учению, а те не возгнушались, чему-нибудь научиться от них. Смотри, как все совершается мало-помалу, проповедь распространяется. Находящиеся в Иерусалиме заботятся одинаково о всех, как бы считая всю вселенную одним домом. Услышали они, что Самаря приняла слово, и послали туда Петра и Анна. Услышали о происшедшем в Андиакии, и посылали туда в Арнааву. Великое было расстояние от Иерусалима, и апостолам еще не следовало отлучаться оттуда, чтобы не сошли их за беглецов, убегающих от своих. А отлучаются же они оттуда по необходимости уже тогда, когда наконец иудеи оказались нецельными, когда уже настала война, и можно было погибнуть, когда произнесен был приговор на Иерусалим. А доколе Павел не прибыл в Рим, да то ли они были там. Впрочем, они удаляются не потому, что боялись войны. Как могли бояться этого те, которые шли к людям, имевшим вести с ними брань? Притом война началась уже по смерти апостолов и исполнила сказанное и об иудеях, и постиг их гнев до конца. Так, чем они были уничиженнее, тем более сияла благодать через малых, совершая великое. Но обратимся к вышесказанному. Умоляя всех, говорит писатель, претерпевать о Господе. Мне кажется, добрым означает здесь простого, непритворного, весьма ревнующего спасения ближних. И не только он был муж добрый, но исполнен духа святого и веры. И смотри, как этот город, как бы тучная земля, принял слово и явил великий плод. До чего же Варнава извел Павла из старца и привел сюда? Не напрасно, но потому что здесь были и хорошая надежда, и обширный город, и великое множество народа. Видел ли ты, как все совершает благодать, а не Павел? Как дело началось с малого, а когда стало известным, тогда они посылают Варнаву. И почему не послали его прежде? Потому что имели великое попечение в своих делах, и не хотели, чтобы иудеи обвиняли их за то, что они принимали язычников. Ведь когда неизбежно нужно было им соединиться с язычниками, между ними было некоторое негодование, для предотвращения которого произошло бывшее Скорнилие. Тогда уже и говорят, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. И смотри, как благовременно нужда от голода произвела общение через милостыню. Посланные от язычников к бывшей в Иерусалиме, эти принимают посланные от тех, и те не так, как мы, встречающие несчастье со слезами. Не поступали так, но переносили с великим благодушием, как находившиеся вдали от гонителей, и жившие между людьми, не боявшиеся иудеев, что также немало к тому способствовало. Но отходили и в Кипр, где была большая безопасность и большое спокойствие. Никому, говорит, не проповедуя, только иудеям. Делали это они по страху человеческому, который считали за ничто, а желая соблюсти закон и еще снисходя к ним. Были же некоторые в Антиокии. Может быть, потому что они не умели говорить по-еврейски, называли их еленами. Пришел же Варнава, говорит писатель, видел благодать Божию, а не старание человеческое. Молил их терпеть о Господе. Похвалив и одобрив народ, он, вероятно, обратил этим еще больше. И почему они не дежат к Павлу, посылают в Варнаву? Они еще не знали добродетели этого мужа, потому и устрояется так, что отправляется только Варнава. А так как там было множество народа, и никто не препятствовал, то вера произрастала благоуспешно, а в особенности потому, что там не терпели никакого искушения, и что проповедовал Павел, уже не подвергаясь необходимости обращаться в бегство. Хорошо и то, что не они сами предсказывают о голоде, а пророки, чтобы иначе не показаться каким-либо образом тягостными. И достойно удивления, что как антиохийцы не негодовали на то, что были как бы презрены апостолами, но довольствовались своими учителями. Так все они поменяли к слову евангельскому. Они даже не ожидали, чтобы наступил голод, но прежде него послали кто что мог. 239. И смотри, апостолов другим веряется это, по печенье обедных, а здесь Павлу и Варнаве. Не с малой предусмотрительностью сделано было и это. Тогда было начало церкви христианской, и при том нужно было остерегаться соблазна. А теперь никто не делает этого, хотя и теперь голод, и жалеет тогдашнего. Не все ведь равно переносить несчастье всем вместе, или между тем, как все живут в изобилии, беднейшим терпеть голод. Тогда был только голод, и сами подававшие были бедные, и решили послать от учеников кто что мог, говорит писатель. А теперь сугубый голод, хотя изобилие сугубое. Голод тяжкий, голод не слыша ни слова Господня, но насыщение посредством милостыни. Тогда получали утешение евдейские бедные антиохийцы, подавшие помощь, и последние больше первых. А теперь и мы, и бедные терпим голод. А они нуждаются в необходимой пище, а мы, лишаясь милости Божией, не может быть ничего необходимее такого насыщения. Здесь не бывает зла, происходящего от пресыщения. Здесь избыток пищи не выходит вон. Нет ничего прекрасней, нет ничего здоровья и души, питаемой таким образом. Она выше всякой болезни, всякого голода, всякого нездоровья и недуга. Никто не может коснуться ее. Но как адамантовому телу не может повредить ни железо, ни что другое, так и души, огражденной милостыней, совершенно никто не может коснуться. Скажи мне, что может когда-либо владеть ею? Бедность ли? Нет. Милостыня хранится царская сокровищница. Вор и разбойник, но под ее стены никто не может подкопаться. Через, но это сокровище выше и такого зла. Зависть и ненависть, но не овладевается и ими. Клеветы и наветы. Не могут и они, потому что это сокровище неприступно. Но несправедливо было бы показать только эти свойства милостыни, и не показать противоположных. Она не только свободна от зависти, но и сопровождается великим благословением, даже от не испытавших ее благодеяний. Как жестокие и бессиловечные бывают ненавистны не только тем, которые обижены ими, но и тем, которые ничего не потерпели от них, а только сострадают обиженным и осуждают обижающих. Так и соделавших много прекрасного хвалят не только те, которые облагодетельствованы ими, но и те, которые ничего не получили от них. Но что я говорю? Свобода от зависти, клеветников, воров и разбойников. Не это только в ней хорошо, но еще и то, что она не уменьшается сама в себе, а всегда возрастает и умножается. Что было гнуснее на Муходоносора? Что безобразнее, что преступнее его? Он был человек нечестивый, видел множество знамений и чудес и не захотел раскаяться, но вверх в печь рабов божиих. Хотя после того и поклонился Богу. А что говорит ему пророк? Царь, вот совет мой, да будет он тебе угоден. Милостынями твоими искупи грехи твои и неправды твои щедротами убогих. Бог долго терпелив. Сказал так не потому, чтобы сомневался, что может быть Бог и помилует тебя. Он ведь был совершенно уверен в том, но желая возбудить в нем больше страх и сильнее показать необходимость сделать это. Если бы он сказал усвердительно, то тот сделался бы еще более нерадивым. Так и мы тогда, скорее всего, побуждаем кого-нибудь, когда говорим попроси такого-то и не прибавляем, что он непременно высушит, но говорим, может быть он высушит. Больше опасения, происходящее от сомнения, производит и больше побуждения. Поэтому и пророк не высказал этого ясно. Но что ты говоришь? Неужели таким преступлением будет прощение? Да. Нет греха, которого бы не могла очистить, которого бы не могла истребить милостыне. Всякий грех ниже ее. Она есть врачерство, пригодное ко всякой ране. Что хуже мытаря? Он способен на всякое нечестие, но и это все нечестие захе очистил. Смотри, как и Христос внушает это тем, что установил, чтобы носил с собой ящик и вложили, что дают. И Павел говорит, только бы мы помнили нищих. Везде в Писаниях много говорится об этом предмете. Так премудрый говорит о избавлении мужу, души своей, ему богатство. Притча 13.8. И Христос, если хочешь быть совершенным, продай имение твое, раздай нищим и следуй за мною. В этом подлинное и состоит совершенство. Милостынь же совершается не только деньгами, но и делами. Так, например, можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Часто в делах ходатайство помогало даже больше денег. 240. Итак, приведем в действие в настоящем случае все роды милостыни. Можешь деньгами? Немедли. Можешь ходатайством? Не говори, у тебя нет денег, это ничего. И то значит весьма много. Будь так расположен, как бы ты подавал деньги. Можешь услугой? Сделай это. Например, ты врач по званию. Позаботься о больных. Это много значит. Можешь советом? Это гораздо важнее всего. Совет тем лучше и выше всего, чем больше он приносит пользу. Им ты избавляешь не от голода, но от лютой смерти. Им и апостолы были особенно богаты, поэтому раздачу денег они верили низшим, а сами пребывали в служении слову. Или думаешь, что невелика будет милостыня, если душу, предавшуюся унынию, находящуюся в крайней опасности, одержимой пламенем страсти, можешь освободить от этой болезни. Например, ты видишь друга, одержимого сребролюбием. Окажи милость этому человеку. Он хочет удавиться. Угости пламень его. А что, если он не послушается? Ты делай свое дело и не ленись. Видишь его связанного узами сребролюбия? Ведь поистине узы. Приди к нему, посети его. Утешь. Постарайся освободить от уз. Если он не согласится, сам будет виноват. Видишь наговый странник, а поистине нагый странник для небес, непекущийся добродетельной жизни. Возьми его в дом свой, одень в одежде добродетели, сделай гражданином небо. А что скажешь, если я сам наг? Одень наперед себя самого. Если знаешь, что ты наг, то, конечно, знаешь и то, что ты должен одеться. Если только ты знаешь свойства этой ноготы, то легко можешь узнать и свойственное ей одеяние. Как многие женщины носят шелковые одежды и поистине обнажены от одежды добродетели. Таких пусть одевают мужья. Но они не принимают этих одежд, а хотят тех. Сделай сначала так. Возбуди в них желание этих одежд. Покажи, что они наги. Беседуй о будущем суде. Скажи, что там нужны будут нам другие одежды. А не те шелковые. Если позволите мне, то и я покажу эту ноготу. Ногой во время стужи цепенеет, дрожит, стоит, скорчившись и поджавши руки. А во время жара не делает этого. Если теперь я покажу, что и богатые мужи, и богатые жены, тем более бывают наги, чем более одеваются, то не гневайтесь. Скажи мне, когда мы рассуждаем о гиене и тех мучениях, не больше ли цепенеют и дрожат эти, нежели те, ноги? Не вздыхают ли они тяжко, не осуждают ли самих себя? Когда они приходят к кому-нибудь и говорят, помолись обо мне. Не то же ли самые говорят они, что и те? Впрочем, теперь, что бы мы ни говорили, эта ногота не будет видна вполне. Она будет видна там. Как и каким образом? Когда эти шелковые одежды, драгоценные камни погибнут, и в одних только одеждах добродетели и порока явятся все. Когда бедные будут облечены великой славою, а богатые в ноготе и безобразии будут влечены на мучения. Кто был из нежни того богача, облекавшегося в парфиру? Кто беднее Лазаря? А кто из них говорил подобно нищим? И кто наслаждался блаженством? Скажи мне, если бы кто украсил дом своим множеством покрывал, а сам сидел внутри его ногим, какая была бы подня? Так бывает и с женами. Дом души, то есть тела, одевает множеством украшений, а госпожа дома сидит внутри ногая. Откройте, прошу, душевные очи, и я покажу вам душевную ноготу. Что такое одежда души? Ясно, что добродетель. А что ногота? Порог. Как если обнажить кого-нибудь из свободных, то он стыдится, стесняется и убегает. Так точно и душа, не имеющая этой одежды, когда мы хотим взглянуть на нее, стыдиться. И теперь думаешь, многие не стыдятся ли и не удаляются ли в самую глубину, как бы ища какого покрывала и занавеса, чтобы не слышать этих слов? А другие, ничего не сознавая за собой, веселятся, радуются, утешаются и восхищаются сказанным. Послушай о блаженной Фекле. Она для того, чтобы увидеть Павла, отдала свое золото. А ты не отдаешь ей обола, чтобы увидеть Христа. Удивляешься поступком ее, но не подражаешь ей. Не слышишь ли, как Слово Божие ублажает милостыню? Блаженной милости, говорит, ибо они помилованы будут. Какая польза драгоценных одежд? Да коли мы будем пристрастны к этому украшению, будем одеваться славою Христовою, будем облекаться тою красотой, чтобы нам и здесь получить похвалу, и там сподобится вечный благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, в котором отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.